Чё ты так долго ехал? Дай шланг, я сам потушу, да ты не умеешь. Нам звонила бабушка и говорила, у меня тут сарай горит, сколько будет машинку вызвать? Если дорого, как бы не надо, но я тут сама справлюсь. Здесь вообще пожарный воспринимается как герой. Есть Супермен, есть Бэтмен и есть пожарный. Ну, максимальное количество вызовов для нашего подразделения, это около 15 за сутки, дни, когда наивысшая пожарная опасность. Ну, самое большое было у нас что-то 30 с чем-то вызовов, это вот как раз была весна, горело всё подряд. Получалось так, что, по сути, мы только освобождаемся, нас отправляют куда-нибудь на следующий вызов. Максимум, к части подъезжали, бывало, что заезжали на фасад. Ещё ворота не успевали открыть и уезжали дальше. В пожароопасные периоды у нас максимум был на 24 часа на смену, был 21 вызов. В день может получиться, ну, скажем, когда много, это вот там за 12 часов у нас 12 заявок. За год получается примерно около чуть меньше тысячи вызовов в нашем гарнизоне. За 20, да, одеваемся, за минуту мы уже должны быть за воротами. Уже должны выехать из части. Средняя статистика от поступления сигнала до приезда первого расчёта порядка 3-4 минуты. За эти 3-4 минуты вот мы успеваем добраться до части и добраться до места. Когда вы идёте на первоначальное обучение, от вас требуется показать, что вы за 2 минуты можете из гражданской одежды полностью облачиться во всё-всё-всё, в том числе включение в дыхательный аппарат. На практике всё это упражнение занимает, если хорошо потренироваться, чуть-чуть больше, чем минуту. Ну, скажем, мой личный рекорд – минуты 3 секунды. В основном, конечно, люди в таком кипише, в напряжении. Многие, да, кричат «тушите быстрее, ещё что-нибудь», начинают лезть и куда-нибудь не так делают. Ну, болезненно воспринимают процессы. Но тут же понимаешь, единственное, бывает, что наорёшь, если конкретно уже мешают, сам уже, ну, жёстко там чему-нибудь крикнешь тоже, чтобы не мешали просто. Бывают, что зеваки, которые стоят, просто стоят, смотрят. Бывают люди, которые бегут помогать. Бывают люди, которые стоят с телефонами, снимают. Прям с негативом редко кто. Люди всё-таки ждут нас какой-то помощи. Бывают, конечно, такие кадры, которые… Я, там, два года в пожарке работал, да, и я пылю, я знаю, куда лучше верить, там, у всяких советчиков. Бывает, ну, на них не обращаем внимания. Бывают люди агрессивно настроены. «Чё ты так долго ехал? Дай шланг, я сам потушу, да ты не умеешь». Бывает, даже говорю, ну, на, давай, потуши. Чё я буду это делать? Это твоя работа. Ну, говорю, так стой и не мешай. Кто-то думает, что мы всегда пьяные и без воды. Бывают, что люди говорят, что у меня, как бы, в квартире всё хорошо, дыма нет, я не буду выходить, и запираются. Бывает, каким-то пьяницам приезжаешь на квартиру, он говорит, да всё у меня нормально, я просто сжёг, грубо говоря, там, курицу поджарил. Вся квартира в дыму, но мы всё равно обязаны зайти, проверить, убедиться. Люди с нами общаются, когда мы приезжаем к ним, в особенности на какой-то подтверждённый пожар. В большей части случаев доброжелательно, хорошо, и они очень нам рады. Действительно, бывают какие-то отклонения от нормы. Ну, во-первых, опять-таки, отравление продукты на горение. Угарный газ на всех по-разному действует. У некоторых из таких людей включается режим «мой дом, моя крепость, никого не пущу». Задокументированы случаи в американской пожарке, когда пытались люди, пожарные, проникнуть в квартиру, которая горела, и в них стреляли. Бывают люди действительно просто благодарные, и вот их спасибо – это лучше всего. Это значит, ты свою работу выполнил хорошо. Здесь вообще пожарный воспринимается как герой. Есть «Супермен», есть «Бэтмен», и есть пожарный. Поэтому, когда едет пожарная машина, ей, безусловно, уступают дорогу. Обычно так ещё усердствуют, при этом, что иногда врезаются друг в друга, да, потому что хочется быстрее уступить. Вот, поэтому наша основная задача – это ехать, как бы даже, можно сказать, потише, да, чтобы не спровоцировать ДТП где-то ещё. Как я посмотрю на коллег, там, из Германии, Франции, там красиво машины стали ёлочкой, спецслужбы проехали. У нас такого, к сожалению, не наблюдается. И даже если вот мы летим, нам зелёный свет, но бабушке срочно надо было перейти пешеходный переход, мы убеждаемся, что бабушки, оказывается, умеют бегать. Не все водители добросовестные, есть такие, что даже мешают. Тогда информацию передаём, у нас сейчас патрульная полиция, передаём им, и они уже с ними разбираются. Часто люди, допустим, возможно, просто не замечают. Возможно, музыка включена, у него там шумоизоляция в машине хорошая. А так, кто видит, стараются вступать. Люди чаще думают, что как будто мы там специально включаем сирену, дабы объехать пробки, либо ещё что-то. Ну, я так думаю. Либо едут и знают, что они якобы двигаются быстрее, и что мы их всё равно не объедем. Нам звонила бабушка и говорила, у меня тут сарай горит, сколько будет машинку вызвать? Если дорого, как бы не надо, но я тут сама справлюсь, но вот сколько стоит? И говоришь, как бы, что бесплатно всё, приедем, что у вас. Нет, если дорого, у вас машинка вот одна буквально тут залитнена, то не надо. Падение крана, тяжёлый был случай, когда ребёнка доставали, когда семью всё раздавило кран. Тоже нервов очень много стоило, получается, надо было приподнять его. Максимально безопасный вариант, чтобы не додавить ребёнка. Мы понимали, что чуть-чуть ошибёшься, чуть-чуть не там надрежешь, его передавить может, дожать. У него так, допустим, ключица была сломана, нога тоже. Но он был живой в сознании, и всё. И вот это ожидание тоже техникой, и не можем ничего не делать, тоже надо вытаскивать его. И техники нет кранов этих. Да, бывает, что мы действуем неправильно в разрезе документов. Но так было, опять же, морально правильно поступить. Был пожар рано с утра, горело бывшее общежитие, из окон кричали люди, у них на руках были дети, люди, которые внизу кричали «спасайте там наверху дети». Горелл пятый этаж пятиэтажного здания. Находим одну семью, трое детей, одна мама. Он выводит маму и ребёнка на руках, я, двоих детей на руках. Вынесли, передали сотрудникам полиции. Обратно возвращаемся дальше. Тут женщина говорит, у меня астма, я не могу пройти через огонь. Да, я нарушил, я знаю, я отдал ей свой маск. Но мне надо было её спасти. Негативного отзыва на нашего брата бывает, порой очень много выливается по этому поводу. Поэтому, мне кажется, даже есть такая поговорка, что лучше вор пускай придёт, чем пожар. Потому что вор хоть стены оставит, а пожар ничего не оставит. И ещё и затопит соседи, правильно говорить. А по-другому никак не потушить пожар без воды. Плюс, кстати, такой момент, вот пластиковые трубы. Мало того, что мы, допустим, просто потушили, что мы пролили. И плюс, пластика с этого уже выгорает. Там начинает течь и отопление, система и водопровод. Бывает такое, что при тушении в частном доме жильцы жалуются на то, что горело у них на первом этаже. А эти пожарные зачем-то приехали и выбили окна на втором этаже. Да, и ещё зачем-то пропилили дырку в моей крыше. Это происходит от непонимания того, что при пожаре необходима вентиляция, то есть удаление тепла и всех отравляющих веществ. Без этого пожар будет, когда вы его будете заливать, он будет на вас выдавливаться только. По соседним квартирам мы обязаны проверить, что огонь не пошёл, не сделал никакие прогары, не ушёл в никакие пустоты. Поэтому, да, нам приходится ломать дверь. Если нет хозяев на месте, если есть хозяева на месте, конечно, мы спросим, откройте нам квартиру, мы посмотрим и уйдём. У нас, как всегда, вот бывает, у меня, допустим, я на канале видео выпускаю, там большой пожар, крупный там, дом горит полностью, допустим, весь выгорает. Пишут, что вот, опять, наверное, долго ехали, поэтому всё сгорело. А люди у нас, начинается пожар, они, как правило, начинают сами тушить. У них ничего не получается, и когда уже полностью весь дом охвачен, они вспоминают о нас. Пожарные ездят только на пожар, это, ну, стереотипы, миф. Когда мы смотрим на статистику современную американскую, подавляющее большинство вызовов — это либо медицина, либо автоматические сигнализации. А с медициной отдельный вопрос. Дело в том, что в американской пожарке, ну, впрочем, как в многих западных пожарных службах, часто она объединяется со скорой. Да, по большей части это ничего не горит, сигнализация срабатывает просто, ну, ложным образом. Ну, сейчас, допустим, у нас больше всего выездов — это ДТП и сигнализации. С сигнализацией мы сейчас начали ездить по объектам с массовым пребыванием людей. Это как раз началось больше после зимней вишни. Плюс у нас в городе были такие случаи серьезные, когда, получается, ответственные лица на объекте, то есть сигнализация сработала, они плохо реагируют на сигнализацию, то есть неправильно. Они просто отзваниваются, допустим, что все нормально, не проверяя. При этом у них начинает разгораться. Сейчас очень много выездов связаны с возгоранием травы, камыша, и буквально вот перед нашим интервью у нас один ход, одна машина уехала на тушение такого пожара. Маленьких ожогов много было, там, таких пузырьки, что вторая степень. Один раз ожог был такой 4% у меня кожи, второй-третьей степени там кожа как бы подслеживала, ну, шрамы остались. Особого травматизма на пожарах нет, так как у нас есть приказы. То есть охрана труда, она всегда соблюдается в первую очередь для личного состава. На современном пожаре мы обучены, что в пламя никто не идет. Пламя заливают с довольно безопасного расстояния, и единственный способ действительно сгореть – это не пропустить тот момент, когда в отсеке назревает вообще объемная вспышка. Поэтому, ну, один раз я в пожарке обжигался, это было при готовке еды, я схватился за ручку духовки, которая оказалась очень горячей. Нет, не было и надеялись, что не будет ни разу ничего вообще. Заходить в огонь, оно-то не страшно. Ты знаешь, у тебя защищает специальная одежда, хорошего качества. Есть напарник, друг сзади, который подстрахует. Наверное, не вернуться когда-то с выезда. Это самое страшное. Страшно, наверное, ошибиться, принять какое-то неправильное действие. Товарищи тоже, когда травму получали, блин, это страшно. Самое страшное, на мой взгляд, опять же, это видеть людей, которые потеряли своих близких. Человека нет больше в живых, а по ним тут же стоят и горюют. У меня есть вполне естественный в пределах нормы страх высоты. С высотами нам приходится работать. Я с большим удовольствием работаю с высотами, потому что я знаю, что я выполняю все правильно, вот как меня учили, как я других учу. Я знаю, что моя страховка сработает. На самом деле не везде. Вот, допустим, я работаю в первой базарной части, у нас она одноэтажная. Нам просто некуда спускаться на столбе, у нас нет его. В двухэтажных частях, да, в двух-трехэтажной части у них столб сделан со второго этажа, получается, сразу в гараж. К сожалению, со столбами есть одна проблема. Они сильно травмоопасны. Классический сценарий. Два пожарных торопятся. Один ныреет туда, едет по этому столбу и не успевает отойти. Ему на голову приезжает следующий пожарный. Соответственно, компрессионная травма шейных отделов позвоночника. Поэтому столбы в новых пожарных частях никаких столбов нет. В старых пожарных частях в большинстве из них они задраены наглухо, чтобы никто по ним не катался. Принцип сейчас такой, что лучше приехать на 30 секунд позже, но приехать целыми. Потому что если ты не приедешь вообще, то ты вообще никого не спасешь. У меня есть видео на канале. Нам нужно было эвакуировать людей. И мы зашли в квартиру, чтобы вывести девушку. И она в первую очередь беспокоилась за своего кота, чтобы вынести кота. Главное, чтобы с ним ничего не произошло. Она о себе вообще не думала. Я говорю, вот только кота моего спасите. Давай маску одевай. Выноси кота, я ее выведу. Давай, давай, одевай маску. Он очень болит, да. Все, не волнуйтесь, не... Он не должен пострадать. Нет, нет. Не волнуйтесь, не торопитесь. Все, давай, закрывай. Все, одевайте маску. Да, только сразу, опять. Пожалуйста, это просто было нельзя. Лично у меня козу спасал, черепашку спасал, кошечку спасали. Но это уже второспектная наша задача. Животных мы должны спасать, но, естественно, во вторую очередь спасали людей. Животные, в отличие от людей, во время пожара пытаются куда-то спрятаться. Поэтому их сложнее обычно искать. Но да, были успешные случаи, когда мы возвращали к жизни животных. У нас есть специальные кислородные маски для животных. Мы знаем, как делать комплекс сердечно-легочной реанимации для животных. Всегда вот очень резко било это. Приезжаешь, допустим, мать какая-нибудь кричит, у меня там ребенок внутри. Дым из подъезда идет. Мать бьется туда, пытается выломиться. Квартира там трехкомнатная, температура уже нормальная. Если вы понимаете, что там уже и выжить нереально, во-первых. И ищешь. И мы ищем, и не можем никого найти просто. И вот в таком напряжении, то есть сильно работаешь. По факту повезло, что, допустим, вот там не было ребенка, его дома просто не было. Физически сложная работа, она в любом случае, когда ты, допустим, в дыхательном аппарате включен, вся работа сложнее раза в два, в три. Потому что температурное воздействие снаружи идет, вот пожарная жара огромная просто. В мои обязанности и в область моих интересов входит обучение людей. Для меня лично сложнее всего сражаться с тем, что люди не хотят учиться. Самый простой пример, я 12 лет людей учу, что боевки нужно стирать после любого соприкосновения с дымом. Они не стирают их, да, то есть, ну, кто-то стирает, а кто-то нет. Ну, вот как начальник я за них стираю, да, потому что так надо. Потому что иначе я буду дышать вот этой гадостью, и они будут дышать этой гадостью. Для меня сложнее всего выезжать на какие-то ДТП. То есть, когда ты слышишь тревогу, и что там ДТП и люди зажаты, как-то тревожно, что, не дай бог, там уже нечем помочь. Есть моменты, да, которые идут чуть-чуть в разрез с моральными принципами людей. Эти моменты не нравятся. А так, работа хорошая, на самом деле. И если, как говорится, у них будет, как пожар, так хоть увольняйся, я не знаю, я бы так бы не сказал. Мы как раз пришли сюда, чтобы тушить пожары, а не чтобы увольняться, когда они наступают. Продолжение следует...